Ауду биллахи минас шайтанирадзим Бисмиллахи ррахмани ррахим Вабихин астаин Вахваххир насрин вамуин Вассалату вассаламу аля сейди ламбияй вальмурсалин Ва аля алихи ттайбин аль-ттахирин аль-масумин Ва ла анатудда и мату ва ла адаихи маджмайин и ла к явми явмин дин Ассаламу алейкум варахматуллах и баракяту Дорогие братья и сёстры, продолжаем наше исследование, посвященное вопросам вопросу о том, кто, как и зачем убила его святла сейди ламбияй вальмурсалин аль-тахирин аль-тахирин Я очень коротко напомню о том, что Абдулла Костегский записал на эту тему ряд роликов и довольно-таки поверхностно подошел к данному вопросу и постарался преподнести историю и данный факт и обстоятельства, связанные с данным фактом с данным убийством, с трагедией, которая произошла в Кербиле, постарался преподнести все это в искаженном свете постарался исказить эти события Мы, во-первых, ответим взялись за ответ на и постараемся в своем ответе более глубже исследовать данный вопрос Почему? Потому что это намного более важный вопрос чем это представляется Костегскому и его собратьям ваххабитам Они подходят к этому как к какому-то недоразумению как к какому-то исключительно историческому событию которое не имеет никаких предшествующих обстоятельств и никаких последующих следствий мы подходим к этому намного более глубже и глубокость и глубизна данного обстоятельства данного события, данной трагедии, которая произошла в Кербиле как минимум исходит из того кем был его светлость имам Мусейн алей салат ва салам что из себя представлял его светлость имам Мусейн алей салат ва салам да, ваххабиты, в том числе и Костегские убеждены в достоинствах о достоинствах его светлость имам Мусейн алей салат ва салам то есть они приписывают и убеждены в этих достоинствах но на практике никак не учитывают эти достоинства и мы в лекциях Костегского это проследили он продемонстрировал очень отчетливо продемонстрировал что те достоинства, которые он озвучивал в начале этих серий посвященных убийству его светлость имам Мусейн алей салат ва салам в дальнейшем он очень яростно пытался опровергнуть эти достоинства почему? потому что все, что он рассказывал далее говорило о том, что имам Мусейн алей салат ва салам науд биллах это такой глупый человек который не имел никаких целей обманулся непонятно на что обманулся и непонятно ради чего обманулся ну и так далее то есть вот это вот омерзительнейшая картина которую нарисовал Абдуллах Костегский мы с позволения Бога взялись за разбор данного вопроса и нам в первую очередь кажется необходимым мы убеждены в том, что в первую очередь нам необходимо разобраться в том, кто такие амияды и посмотреть на точку зрения ислама на точку зрения священного корана на точку зрения сумны посланник Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи ва салям посмотреть на исторические факты касающиеся амиядов почему? потому что очень долгое время они правили они правили во времена когда был убит его светлое зима мусейн алей салат ва салам и очень долгое время и очень долгие годы которые предшествовали этому событию и довольно таки долгое время после этого события после трагедии Кирбилы они правили и тем более с учетом того, что в исламском учении в священных аятах и сунни посланник Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи ва салам этому семейству этой династии очень многое посвящено очень многое о них говорится и поэтому было бы неправильно обойти данный вопрос да, с одной стороны мы говорим о достоинствах его светлости имам сейн алейхи ва салам это нужно, это необходимо но также необходимо посмотреть кто такие амияды которые противостояли которые были противниками в этом противостоянии и тогда вся картина станет более ясной и тогда мы поймем что все что говорит Абдулла Кастыгский относительно данного события просто омерзительно с точки зрения ислама с точки зрения священного корана с точки зрения сунны посланника Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи ва салам и тогда мы поймем что это событие эта трагедия которая произошла при Кирбеле эта эта трагедия имеет очень глубокий смысл невероятно глубокий смысл является невероятно глубоким уроком является божественным движением на самом деле и этому этой трагедии этому событию предшествовало очень многое и последовало за этим очень многое но чтобы это понять нам необходимо разобрать данный вопрос кто такие амияды и так мы на предыдущих частях и я должен заметить что это довольно таки возможно для простого простого обывателя это довольно таки скучные исследования которые мы проводим но это необходимость это необходимая составляющая научного исследования мы не подходим к вопросу как это делает Костегский его собратья ваххабиты которые подходят абсолютно поверхностно и вся их цель заключается в том чтобы просто запутать своего слушателя вести его в заблуждение и преподнести истину в том свете который им выгоден который им необходим мы вследствие того что исследуем вопрос намного глубже исследуем вопрос научно то возможно для простого обывателя это покажется довольно таки скучным так или иначе в предыдущих частях мы говорили об аятах которые были неспосланы о семействе амиядов мы говорили об аятах которые были неспосланы о династии амиядов итак мы поговорили об одном аяте который был неспослан в связи со сном его светлости посланник Аллаху саллаллаху алейхи и алейхи и салям который увидел во сне как амияды подобно обезьянам прыгают на его минбаре и мы говорили о том что минбар это символ власти в исламе символ не только светской власти это и духовные власти то есть это не просто правители это учителя это духовные учителя те кто поднимаются на минбары они преподносят себя как духовные учителя как те которые учат религии бога мы привели предания хадисы и доказали что это является эти хадисы являются достоверными о том что аят из суры ночной перенос перенос ночью аль-исра аят этой суры в котором сказано что то что мы показали тот сон который мы показали является ничем иным кроме как испытанием как фитны фитны для людей что здесь под сном подразумевается как раз тот самый сон который увидел его светлость посланник Аллаху в котором он увидел что амияды прыгают на его минбары подобно обезьянам мы продолжим аяты разбор аятов которые посвящены этому же событию которые имеют отношение этому сну его светлость посланник Аллаху саллаллаху алейкум 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 итак когда его светлость посланник Аллаху алейкум алейкум увидел что амияды захватят власть станут учить людей религии станут их правителями то есть поднимутся на его мембар и распорядятся этим мембаром подобно обезьянам будут насаживать людям обезьянею религию, то, естественно, вполне естественно, что в некоторых, кстати, преданиях, помимо обезьян, говорится и свиньи, то есть они прыгали подобно обезьянам и вели себя подобно свиньям. В некоторых версиях преданий говорится именно так. Естественно, вполне естественно, что посланник Аллаха, который беспокоился о своей уме, о своей общине, о своих последователях, и о всём человечестве, и об исламском учении, о том, как оно дойдёт до людей, в каком виде это учение, это исламское учение дойдёт до людей, вполне естественно, что это расстроило. И в этих преданиях, которые мы приводили, в том числе и ранее, в этих преданиях ясно, чётко, недвусмысленно говорится о том, что это его очень сильно расстроило. Это его расстроило, как говорится, во всех этих преданиях. Это вполне естественно, это вполне понятно. Но дело в том, что имеются аяты Священного Корана, которые послужили утешением для его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, утешением для его светлости служили два аята. Первый аят — это «Инна аатайна каль каусар» «Воистину мы даровали тебе каусар». Во многих толкованиях, в преданиях говорится, что под каусаром подразумевается река в раю. «Нахрун филджанна», как говорится в предании. И эти же предания имеются и от наших непорочных имамов. Но, как я уже говорил, эти аяты имеют и немного более глубокий смысл. Это первый аят. То есть, этим Бог утешал. Вы можете задаться вопросом, каким образом это является утешением для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям. То есть, с какой точки зрения? Конечно, когда одна вещь расстраивает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям, то каким образом для него является утешением другая вещь? Ведь эта вещь остается на своем месте, и она все равно актуальна. Но, когда мы более глубже изучаем данный аят и рассматриваем этот аят и значение этого аята немного глубже и с точки зрения непорочных, то мы обнаружим, что этот аят очень тесное отношение имеет именно к амиядам. Имеет очень тесное отношение к амиядам. Но, опять-таки, как я уже сказал, эти значения мы разбирать не будем. Пускай будет рай. То есть, когда его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям, столкнулся с этим фактом, с тем, что амияд захватит власть, Бог учешал его этим, каусаром, тем, что даровал ему каусар. Это один из аятов. И другой аят. Это сура «Лайлятуль-Кадр». В священной суре «Ночь предопределения» «Лайлятуль-Кадр» говорится о том, что «Ночь предопределения лучше тысячи месяцев». «Хайрун, хайрун мин альфи шахр». Это смысл аята и суры «Лайлятуль-Кадр». То есть «Лайлятуль-Кадр» лучше, чем тысячи месяцев. И в толкованиях, дошедших до нас, в преданиях, достоверных преданиях, достоверность которых мы с позволения Бога в будущем разберём, говорится о том, что этот аят был утешением для пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, после того, как был ниспослан, после того, как его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, увидел во сне амьятов прыгающим подобно обезьян на его мимбаре. Каким образом? Здесь вот как раз тот факт, который мы хотели, тот момент, который мы хотели найти в Кауцаре, какое-то имеет отношение к амьядам, здесь ясно и недвусмысленно прослеживается в самих тех преданиях, которые мы будем разбирать, которые мы будем озвучивать. Что в этих преданиях говорится? Говорится о том, что амьяды будут на протяжении тысячи месяцев, я передаю смысл, не текст, передаю смысл, текст немножко отличается. Говорится о том, что амьяды, династия амьядов на протяжении тысячи месяцев, будут наносить вред Исламу, будут искажать Ислам, будут творить зло на протяжении тысячи месяцев. И Бог говорит Его светлости посланнику Аллаха, О том, что одна ночь посланника Аллаха, одна ночь предопределения из жизни посланника Аллаха, лучше, чем эти тысячи месяцев. Лучше, чем эти тысячи месяцев. Что это означает? Это означает, что та истина, тот ислам, то добро, заложенное посланником Аллаха, в ночи предопределения, в одной всего лишь ночи предопределения, это добро и этот свет намного сильнее, чем та тьма, которую будут сеять амияды на протяжении тысячи, ровно тысячи месяцев. Это глубокое значение этого аята. Хотя, как я уже сказал, это значение никоим образом не противоречит поверхностному тому значению, который вы знаете все из аята. То есть, прочитав аят, вы говорите, да, эта ночь лучше, чем тысячи месяцев. Это его поверхностное значение. Но глубокое значение, которое послужило утешением для его светлости посланника Аллаха, а именно это то, что ночь предопределения лучше, ночь предопределения его светлости посланника Аллаха, лучше тысячи месяцев, обезьянных месяцев. Лучше. Что значит лучше? В том значении, что это добро, этот свет, посеянный посланником Аллаха, в одной ночи предопределения, сильнее тысячи обезьянных месяцев, тысячи месяцев тьмы. То есть, эти тысячи месяцев тьмы не смогут уничтожить полностью этот свет. Этот свет сильнее. Вот о чем идет речь. И, конечно же, это, вне всякого сомнения, было для его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям, было утешением. Опять-таки, здесь имеется и глубокий смысл, как я уже сказал ранее, и намного более глубокий смысл. И здесь более даже, я бы сказал, практичный смысл имеется в том, что такое ночь предопределения. Опять-таки, этот более глубокий смысл никаким образом не противоречит его поверхностному значению, но об этом мы сейчас уже говорить не будем. Я просто подчеркиваю, чтобы вы это имели в виду, и, возможно, вам будет интересно, и вы будете интересоваться этим, и выяснять, что же это за более глубокое значение данного аята. Таким образом, обратите внимание, этот аят священного Корана, то есть, в котором говорится, что ночь предопределения лучше тысячи месяцев, этот аят в совокупности с этим толкованием, которое дошло до нас в достовернейшем предании, не просто в достоверном предании, а в мутаватир предании, предании, которое является мутаватир, это высшая степень достоверности. Так вот, этот аят в совокупности с этим толкованием говорит о невероятном зле, о невероятной несправедливости, о невероятной тирании, о невероятной тьме династии Амиядов, о невероятном зле династии Амиядов. И это, конечно же, невероятно значимая вещь с точки зрения ислама. Ислам этому уделяет огромное внимание. О тьме, которую сеют Амияды, зле, которую сеют Амияды. Это невероятная значимая вещь с точки зрения ислама. Нельзя проходить мимо этого просто так. Это не является чем-то, относительно чего можно проявить халатность. Это не исторический вопрос, как кажется многим. То есть это не как там какая-нибудь битва, которая произошла где-то там, я не знаю, в Европе в середине 20 века и так далее, которая не имела каких-то концептуальных значений для будущего. Нет. Это имеет очень большое колоссальное значение и для современности, для понимания этого огромнейшее значение имеет. Итак, это «Мустадрак Аляссахигейн». «Мустадрак Аляссахигейн». Третий том – это «Даруль китабыль араби», ливанское издание «Бейрут». Я ранее знакомил вас с этим изданием. Мы как-то зачитывали предания из этого издания. Итак, это третий том, страница 131. Первая страница. Кстати, это издание, как я говорил ранее, с комментариями «Дахаби», потому что, как я говорил неоднократно, в «Дахаби» имеется тальхиз. В этом тальхизе «Дахаби» оценивает хадисы, который привел Хаким Мишабури в своем «Мустадраке», то есть в этой книге. И это издание уже готовое с комментариями «Дахаби». Итак, предание 48.40. Здесь Хаким приводит две цепочки передатчиков, которые восходят к Гасим ибн Фадлу. Гасим ибн Фадл, который передает от Юсуфа ибн Мазин «Ар-Расиби», который передает от его светлости имама Хасана ибн Али, алейхиссалату вассалам, то есть старшего внука, его светлости, посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхиссалам. Я просто зачитаю предание. Позже я ознакомлю уже с цепочками передатчиков, и сколько здесь имеется цепочек передатчиков и так далее. Что в этом предании говорится? Некий человек, после того, как имам Сейн, алейхиссалату вассалам, заключил мирный договор с Муавией, некий человек пришел к его светлости имама Хасана, алейхиссалату вассалам, и сказал «Я муссабви да вуджу хальму муминин». Вот тот, кто опозорил верующих. То есть он считал, что этот договор является позором для верующих. «Имам Сана, алейхиссалату вассалам, сказал «Не ругай меня, да простит тебя Бог, да помилуй тебя Бог. Воистину, потому что посланник Аллаха, салаллаху алейхи и алейхиссалам, увидел во сне, как аммияды один за другим обращаются к людям с его мимбара, с кафедры его светлости посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салам. И это его расстроило, расстроило его светлость посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салам. И по этому поводу имеется аят, говорится в предании то есть в этом предании говорится, что это река в раю. Мы не спослали Священный Коран в ночь кадра. Что ты знаешь о ночь кадр? Ночь кадр лучше тысячи месяцев. То есть этот аят, эта сура также была неспослана относительно этого сна, который увидел его светлость посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. И в этом предании говорится, то есть одна ночь кадр лучше тысячи месяцев, на протяжении которых будут править амияды. Лучше тысячи месяцев, на протяжении которых будут править амияды. Говорится в этом предании. И Касим говорит, что И мы потом посчитали, на протяжении какого времени правили амияды, на протяжении какого срока правили амияды, и обнаружили, что они правили не больше и не менее. То есть ровно тысячи месяцев. Это говорит один из передатчиков данного предания. То есть таким образом, в этом предании говорится о том, что амияды будут править тысячи месяцев, и это будет тысяча месяцев обезьянных месяцев, тысяча месяцев тьмы, которые все равно не смогут отдалить тот свет, который был посеян в ночь кадр. Мы не спасали тебе священный Коран в ночь. Кадр. И эта ночь сильна. И то, что сделал его святый спасанник Аллаха, в эту ночь, посеял тот свет, который посеял его святый спасанник Аллаха, его невозможно отдалить тысячами обезьянных месяцев, тысячами месяцев тьмы. Итак, это две цепочки передатчиков, которые привел. И далее Хаким Нишабури говорит, «Хада иснадун сахихун» — это достоверный иснад. «Ва хада лкаэль лилхасан ибн Али, хада лкаэль хува суфьян ибн Лаил». И этот человек, который обращался к имам Усейн, говорил, что он опозорил верующих, был суфьян ибн Лаил, сахибу Абихи, сподвижник его отца Али ибн Абиталиба. Итак, и далее Хаким приводит также и другую цепочку передатчиков этого предания. То есть, приводит уже третью цепочку передатчиков данного предания. И даже более того, на другой странице, на странице 135, предание под номером 4856, прошу прощения, 48-55, Хаким приводит уже третью, совершенно другую, третью цепочку передатчиков. Прошу прощения, это уже четвертая, четвертую цепочку передатчиков. То есть, то же самое предание с небольшими отличиями. Здесь сказано, То есть, они передавали друг друга, прыгали, прыгали один за другим на кафедре его светлости, посланника Аллаха, и это оказалось для него тяжелым. То есть, он тяжело переносил это. И были неспособлены эти аяты, которые мы привели. Итак, это давайте, мы здесь также хотели бы ознакомиться с сомнением Захаби, но к этому вернемся чуть позже. Давайте посмотрим на цепочку передатчиков данного предания и посмотрим, насколько это достоверное предание. Мы уже увидели, что Дахаби подтвердил его достоверность. То есть, Захаби назвал это предание достоверным Иснадом, то есть, его Иснад назвал достоверным. Итак, вот само предание, которое мы зачитали. оно передается в этой формулировке, то есть, мы ранее, опять-таки, про этот сон разбирали предание. Это уже совсем другие цепочки передатчиков, абсолютно другие. Итак, здесь мы видим, это от Хасана ибн Али, алейхиссалату вассалам, старшего внука его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи и салям. Имеется предание от Ибн Аббаса. И все те предания, которые привел Хаким Нишабури в своем муссадраке, это предание от Хасана ибн Али. Все четыре этих цепочки передатчиков это от Хасана ибн Али. Но помимо Хасана ибн Али, это предание передается также от Ибн Аббаса и Саид ибн Аль-Мусайеба. Мы говорили про Саид ибн Аль-Мусайеба ранее, Саид ибн Аль-Мусайеба это Табиин, а несподвижник. Но Албания, как мы говорили ранее, говорит, что это мурсаль. То есть это называют мурсалом. Опять-таки, по поводу того, насколько это правильно с точки зрения суннистского учения называть подобное предание мурсаль, мы говорили об этом на предыдущем уроке, можете обратиться туда. И мы говорили о том, что это не совсем обоснованно, это не совсем правильно с точки зрения их же собственного учения. Итак, обратите внимание, предание от его светлости, имам Хасана ибн Али, передается от двух Табиинов. От Юсуф ибн Азина. Эта цепочка передатчиков, то есть Юсуф ибн Азина, от Юсуф ибн Азина, эта цепочка передатчиков и была приведена Хакимом. И приводится в очень многих книгах. То есть в большинстве книг приводится именно вот эта вот цепочка передатчиков. От Юсуф ибн Азина, его также в некоторых цепочках передатчиков мы обнаруживаем как Юсуф ибн Саада. То есть Юсуф ибн Азин, это тот же самый Юсуф ибн Саад. Иногда говорится Юсуф ибн Азин, иногда говорится Юсуф ибн Саад. Это та цепочка передатчиков, то есть и далее, это то, что мы вычитали из Мустадраки. Но это предание также передается от Юсуф ибн Азин ибн Лейля. Юсуф ибн Азин ибн Лейля, то есть от самого того человека, который обратился к его светлости Мамхасану. То есть в этом предании говорилось о том, что некий человек подошел к его светлости Мамхасану, алей салат ва салам, и сказал, что ты опозорил верующих. И тогда в ответ на это его светлость Мамхасан, алей салат ва салам, рассказал эту историю. И сказал, что его светлость, посланник Аллаха салаллаху алейхи и ва салам, Бог утешил этими аятами. То есть это предание передается и от самого Суфиана ибн Азин ибн Лейля. Вот ибн Аббаса передает Али ибн Абдуллах ибн Аббас, то есть сын ибн Аббаса. И далее внук в цепочке передатчиков. От Саида ибн Аль-Мусайеба мы обнаруживаем это предание у ибн Акасира. Ибн Акасир, так же, как и Албания, говорит, что это мурсаль. И так же мы обнаруживаем в книге Багдади, немножко по другой цепочке передатчиков. И, кстати, когда Албания разбирает это предание от Саида ибн Абдуллах ибн Абдуллах, он почему-то считает нужным разобрать только одну цепочку. Обратите внимание, здесь вот Али ибн Зейда передает Суфиана Сури, вот Суфиана Сури передает Яхья ибн Ассайид, вот Яхья ибн Ассайд уже передает два человека. Но Албания почему-то в своей книге Салисилатул Ахадис Сахиха разбирает только одно, которое передано в Багдаде от Шазкуни. И Албания говорит, что Шазкуни слабые. Но по поводу Али ибн Адиньи ничего не говорится. Ведь Яхья ибн Ассайда передает также и Али ибн Адиньи, и цепочка передатчиков, в которую привезена ибн Кясир. Что касается передания от Ибн Аббаса, то вот эта цепочка передатчиков, вы можете посмотреть, передается от... Эта цепочка передатчиков также передает Багдаде, и от Багдаде передает Аль-Джоузи, также передает. Аль-Джоузи по поводу данного, данной цепочке передатчиков, которая восходит к Ибн Аббасу, говорит, что большинство передатчиков неизвестны. Итак, цепочка передатчиков, которая восходит к Суфьян ибн Лейлю, который передал это передание от имама Хасана ибн Али, передано, является одним из переданий, которое передал Хаким, Хаким Нишабури в своем мустадраке. Вот это цепочка передатчиков, вы можете посмотреть. Хасан ибн Али, Суфьян ибн Лейль, Аш-Шаби, Ас-Сарри, Мекки, Мекки ибн Ибрахим, Ас-Самды ибн Фадл, Абу-Бакр ибн Мухаммад, Ас-Сейрафи, передается Хакимом. И другая цепочка передатчиков, которая передается Юсуф ибн Мазином. Юсуф ибн Мазин передает от его святлых имама Хасана. Итак, эта цепочка передатчиков от Саид, который восходит к Саиду ибн Мусаебу и ибн Аббасу, здесь все, в принципе, понятно. Понятно с точки зрения, что так или иначе можно ослабить эти предания, сказать, что Саиду ибн Мусаеб это Табин, поэтому это Мурсаль и так далее. И по поводу цепочек передатчиков, которые восходят к ибн Аббасу, сказать, что здесь неизвестных много, что и правда, что является правдой, как и сказал Джоузи, который сказал, что здесь очень много неизвестных. Но, дорогие братья и сестры, эти цепочки передатчиков, то есть, восходящие к Саиду ибн Аббасу, мы используем всего лишь как подтверждение. Они будут подтверждением достоверных цепочек передатчиков, которые имеются. Достоверные цепочки передатчиков здесь вне всякого сомнения имеются. Итак, Суфиан ибн Алейль Аль-Хамдани, эту цепочку передатчиков мы также разбирать не будем, неважно, достоверные здесь надежные передатчики или нет. Юсуф ибн Амазин Ар-Расаби. Вот Юсуф ибн Амазин Ар-Расаби также передает, я подчеркну, передает Тир-Мизи. Тир-Мизи приводит это предание, обратите внимание, по этой цепочке передатчиков, то есть Юсуф ибн Амазин от Касым ибн Афадла, то есть Касым ибн Афадл от Юсуфа, от Касыма Сулеймана ибн Давуд, от Таялиси, от него передает Махмуда ибн Айлан и от Махмуда передает Тир-Мизи. Как поступил Тир-Мизи? То есть он обычно оценивает свои предания, которые он приводит в своем сунане. Он сказал, что здесь Юсуф ибн Амазин являться неизвестным. То есть Тир-Мизи вообще ни к чему не придрался, он вообще ничего не сказал по этой цепочке передатчиков. Он сказал, что Юсуф ибн Азин являли его, совершенно неправда. То есть, да, конечно для самого Тир-Мизи это предание является, то есть Юсуф ибн Азин является неизвестным, но так, сам по себе Юсуф ибн Азин совершенно не является неизвестным. Он является надежным передатчиком Юсуфа ибн Мазы и является известным. Давайте ознакомимся с мнениями суннистских ученых, которые высказались по поводу Юсуфа ибн Мазына. Здесь, кстати, когда мы обращаемся к мнениям суннистских хадисоведов, которые специалистов в Риджале, мы обнаруживаем, что по поводу Юсуфа ибн Мазына никто ничего плохого не сказал. Совершенно никто. Все подтверждают его надежность. Единственное, что о нем было сказано, это то, что он является неизвестным. То есть, Тирмидзи в своем суннании говорит, что он неизвестный. Юсуф ибн Мазын является неизвестным, является маджгулом. Но это абсолютно не заслуживает никакого доверия и никакого внимания, не заслуживает эти слова Тирмидзи. Почему? Потому что, если для него это неизвестный человек, то другие его знали и подтверждали его надежность. Поэтому ибн Хиббан в своей книге Ас-Сыкат привел его, причислил его Юсуф ибн Мазына в своей книге Ас-Сыкат. То есть, это сборник надежных передатчиков, который составил ибн Хиббан. А так, так как он его привел в этой книге, значит, он считал его Сыка, надежным передатчиком. Ибн Хаджар Ас-Сыкалани назвал его Сыка, Аз-Захаби назвал его Сыка, Яхья ибн Муин назвал Юсуф ибн Мазына Сыка. То есть, это ученые, которые назвали его надежным Сыка, ибн Хиббан, ибн Хаджар, Захаби и ибн Муин. И ничего плохого, никто ничего плохого про него вообще не сказал. Это что касается Юсуф ибн Мазына. Итак, от Хасана ибн Али передает Юсуф ибн Мазын, от Юсуф ибн Мазын передает Касим ибн Фадль. И опять-таки, не забываем про альтернативную цепочку передач, о которых мы сказали ранее. Здесь имеется целых три альтернативные цепочки передач. Одна восходит к самому Хасана ибн Али, другая восходит к Ибн Аббасу и Саиду ибн Мусаебу, которые подтверждают эту цепочку передач, которую мы сейчас будем разбирать. Итак, мы разобрались, что Юсуф ибн Мазын является надежным. Что же касается Касим ибн Фадль. Что по поводу Касим ибн Фадль. Итак, Касим ибн Фадль также является надежным. Он просто невероятно надежным является. Точно так же, как и Юсуф ибн Мазын, относительно которого нет никаких разногласий. По поводу Юсуф ибн Мазына нет никаких разногласий. Он же Юсуф ибн Саид. Точно так же мы не обнаруживаем ничего плохого, никаких проблем, никаких разногласий. И не обнаруживаем по поводу передачика, который передает от него. То есть, Касым ибн Фадла, ибн Хиббан также привел его в свои книги Сыкат. Фирмизи назвал его Сыка. Ахмад ибн Хамбал назвал его Сыка. Ахмад ибн Шуиб Ан-Насаи назвал его Сыка. Ибн Хаджар назвал его Сыка. Захаби назвал его Сыка. То есть, Захаби сказал, что специалисты в этой области считают его Сыка. То есть, он сослался на мнение специалистов. Захаби. Абдурахбан ибн Махди назвал его Сыка. Он сказал, мин Машаихина Сыка. Является одним из наших надежных учителей. Сыка-учителей. Али ибн Мадини назвал его Сыка. Он сказал, что для меня он Сыка. Мухаммад ибн Саад назвал его Сыка. Мухаммад ибн Аммар Аль-Му'сли назвал его Мин-Сыка-Тин-Нас. То есть, тоже назвал его надежным. Яхья ибн Саид Аль-Каттан назвал его Сыка. Яхья ибн Му'ин назвал его Сыка. То есть, таким образом мы видим, что, опять-таки, никаких разногласий по поводу Касым ибн Фадла нет. Никаких разногласий по поводу Касым ибн Фадла нет. Это надежный передатчик. То есть, Хасан ибн Али от него передает Юсуф ибн Мазин Арасиби. От Юсуф ибн Мазин передает Касым ибн Фадла. А вот дальше уже целых четыре человека передает от Касым ибн Фадла. От Касым ибн Фадла передают целых четыре человека. И среди этих четырех человек, как минимум, трое являются надежными. От Касым ибн Фадла передают четыре человека. Трое из них надежные. Давайте разберем. Я четвертую просто не разбирал. Просто здесь очень много цепочек передатчиков. Вы видите все на своих экранах. Я все это не разбирал. Я даже не пытался посмотреть, являются ли все остальные надежными. Я даже не разбирал цепочку передатчиков, которые восходят к Хасане ибн Али от Суфьяна ибн Лейла. Я эту цепочку даже не разбирал. Итак, Касым ибн Фадла передает Сулейман ибн Давуд. Это, кстати, цепочка передатчиков Тирмизи. Итак, Сулейман ибн Давуд. Посмотрим, что из себя представляет Сулейман ибн Давуд. Сулейман ибн Давуд – это Абудавуд от Таялиси. Какие ученые назвали его надежными? Является ли он цикх? Абудавуд, то есть это автор сборника Сунена Абудавуд, Абудавуд Асаджистани назвал его цикх. Абу Хатим Ар-Рази назвал его мухаддисун, садукун. Да, добавил, что он часто ошибался. Но это единичное мнение по поводу наличия у него ошибки. И все остальные просто говорят, что он надежен. Сыка – это не просто правдивый человек, это надежный. То есть у него нет никаких проблем с памятью, у него нет никаких проблем с какими-то другими вещами. Хаким Нишабури, Нисабури сказал цикх. Ахмад ибн Хамбал сказал цикхатун, садукун. Является надежным, правдивым. Ахмад ибн Шаибан Насай назвал что он был одним из правдивейших людей. И добавил цикхатун мин аста куннас и лахчатан. То есть, он надежен и является одним из правдивающих людей. Ахмад ибн Салих, аль-Джейли, сказал, что он является надежным и у него очень хорошая память. Ибн Хаджар сказал, назвал его Сыка, ибн Хаджар Аскалани. Аль-Хатиб аль-Багдади, сказал, Он является хафиз. Хафиз в хадисоведении означает, что он знал много хадисов наизусть. Много передает, говорит Хатиб аль-Багдади, является Сыка, Сабд. То есть, он является надежным. Это все говорит о том, что он является Сабд, и Сыка подтверждает его надежность. Аль-Захаби сказал, что Сыкатун. Ноуман ибн Абдул-Салам, Сыкатун Маамунун, является надежным. Здесь очень много. То есть, например, Мохаммад ибн Саад также сказал, Сыкатун Касируль-Хадис, что он надежный. То есть, опять-таки, мы обнаруживаем, что это надежный передатчик. Сулейман ибн Давуд, Абуд Давуд и Таялиси, является надежным передатчиком. И уже от Сулеймана передает три передатчика. Обратите внимание. От него передает три передатчика. От Махмуда ибн Агальяна передает Тирмизи в своем сборнике. То есть, Махмуд передает от Сулеймана, от Махмуда передает Тирмизи. Давайте Махмуда посмотрим, является ли Махмуд надежным. Это, опять-таки, всего лишь одна цепочка передатчиков. Здесь их огромное множество, как вы видите. По поводу Махмуда, Абу Хатим Аль-Рази сказал Сыкатун, надежный. Ибн Хиббам привел его в своей книге Сыкат. Ахмад ибн Шуейб Аль-Насаи сказал Сыкатун. Ибн Хаджар сказал Сыкатун. Захаб сказал Аль-Хафиз. Мусульма ибн Аль-Касим Аль-Андалуси. Также сказал Сыкатун. То есть, опять-таки, мы обнаружим, что Махмуд в данной цепочке передатчиков, цепочка передатчиков Тирмиди, также является надежным. И, кстати, не эту цепочку передатчиков Хаким назвал достоверной. Хаким назвал достоверной вот этот Иснат, где Абу Талиб передает от Сулеймана. Опять-таки, мы эту цепочку передатчиков не будем разбирать. Сам Хаким назвал его достоверной цепочкой передатчиков. Давайте еще посмотрим Зейд ибн Ахазама, который передает также от Сулеймана. И вот Зейда уже передает два человека. Он также назван Сыкат ибн Хаджаром, Дарикутни, Наса'и, Аррази ибн Хиббаном и некоторым другим. То есть, это также Сыка. То есть, здесь у нас получается как минимум три цепочки восходящих Сулеймана ибн Давуду, который передал Касима, который является Сыка, который передал Юсуф ибн Мазана, Юсуф ибн Саада, которые также являются Сыка. Я очень коротко, чтобы не утомлять вас, тоже приведу еще одну цепочку передатчиков, которая также передается у Хакима и также передается Бейхаги в книге Шуабуль Иман. Итак, Муса ибн Исмаил передает от Касима. Он назван Сыка следующими. От него передает Ахмад ибн Зухейр. Он назван Сыка хатибом Багдади, Барикутни, а сам Захаби назвал его Худжа, то есть, доводом, доказательством. От него передает Абу Абдулла, Мухаммад ибн Абдулла, ибн Амравейх, Ас-Сафар. Это цепочка передач, которую привел Хаким. Абу Абдулла назван Сыка ибн Хаджаром, Ахмадом ибн Хамбалом. Аз-Захаби и ибн Муим назвали его Салих, достойным. Праведным назвали его. И также еще одна цепочка передач, которая также восходит к Аль-Касим ибн Фадлу. Я уже очень быстро говорю, чтобы не утомлять вас. Вот по этой цепочке передач, в которой также приведено Хакимом, от Касима передает Курад ибн Нух. Курад ибн Нух назван Сыка ибн Хаджаром, Хакимом Нишабури, Дарикутни и некоторыми другими. От него передает Аббас ибн Мухаммад Аддаури. Он назван Сыка следующими. Тарикутни, Захаби ибн Хаджаром, Насаи, Хатибом Багдади и другими. От него передает Аббас, Мухаммад ибн Якуб, Аль-Асам, Аль-Амави. Кстати, Амиядом является. Ну, это вообще известный человек, очень известный и выдающийся мухаддис. И также единогласным мнением сундистских ученых назван Сыка. Таким образом, вот у нас получается надежная цепочка передатчиков, восходящая к его светлости имам Хасану ибн Али, по цепочке Юсуф ибн Мазина, которая, вне всякого сомнения, является надежной цепочкой передатчиков. Здесь не просто надежный, достоверный и заслуживающий доверие передатчики. Более того, это множественность путей передачи также является, здесь имеется. Помимо этого, от Хасана ибн Али передается Суфяна ибн Лейли, это также подтверждает надежность этих цепочек передатчиков. И помимо этого, это передание также передается от Ибн Аббаса. Несмотря на то, что эта цепочка передатчиков, восходящая к Ибн Аббасу, является слабой, но все-таки это, опять-таки, является подтверждением ранее упомянутых цепочек передатчиков. И помимо этого, также это передание передается Саиду ибн Мусаева, который, несмотря также на свою слабость, в силу того, что Саиды Брюмсаев не является подвижником, а является табиином. Опять-таки, здесь эта цепочка передатчиков является подтверждением предыдущих цепочек передатчиков. Таким образом, дорогие друзья, вне всякого сомнения это предание является надежным. Здесь нету никаких сомнений, то есть это однозначно. И более того, это мутаватор, это предание мутаватор, в особенности с учетом тех цепочек передатчиков, которые мы разбирали ранее. Итак, давайте я быстро, очень быстро ознакомлю вас с этими цепочками передатчиков, которые мы озвучили и перейдем к некоторым сомнениям, которые здесь могут быть. Итак, это Мустадра Каласахиен. Мы из книги вычитывали эти предания, но я просто укажу. Это Мустадра Каласахиен, издательство Даруль Кутубиль Ильмия, Бейрут, Ливан. Первое издание 1990 года, в четырех томах. Третья страница, третий том, 186 страница. Предание в этом издании под номером 4796. И далее, пролистав несколько страниц, вы можете обнаружить остальные цепочки передатчиков данного предания у Хакима. Итак, и цепочка передатчиков, которые переданы Бейхаги, Шаабу Леймани. Это Шаабу Лейман. Итак, Мактаба Тур-Рошт, издание первое, 2003 года, в 14 томах издание было. Пятый том, 257 страница. Предание под номером 3396. Это вот цепочка передатчиков. И Сунану Тирмизи. Итак, это Сунану Тирмизи. Издание Шарикету Мактаба. Шарикету Мактаба. Издание второе, 1975 года, в пяти томах. Это пятый том, 444 страница. Предание под номером 3350. Это вот цепочка передатчиков, которую мы привели из книги Тирмизи. Это, кстати, Тахкик Шакера. Тахкик Шакера. Если Ахмад Мохаммад Шакера. Потому что обычно исследования от издательства к издательству не меняются страницы и номер передания. Поэтому так легче находить эти передания. 3350. Еще одна цепочка передатчиков. Это Табарани Моджа Мулькабир. Моджа Мулькабир. Нактаба Тубин Таймия. Издательство. Издательство второе. 25 томах. Третий том. 89 страница. Предание под номером 2754. Это еще одна цепочка передач, в которой мы также продемонстрировали в схеме. И, наконец, цепочка передатчиков, в которой привел Багдад и в своей книге Тариху Багдад. Итак, это издательство Дар-Ул-Гарбль. Дар-Ул-Гарбль. Ислами. Бейрут. Ливан. Первое издание. 2002 года. В 16 томах. Исследование. Доктор Башар. Абвад. Итак, это 10 том. 55 страница. Исследование, посвященное как раз так тому самому Шаскуни. Под номером 4580. И здесь привезено это предание, которое передается как раз таки от него, самим Багдади. И также то же самое издание. Та же самая книга. Девятый том. 206 страница. Это под номером 4330. Здесь исследование, посвященное Хадиду Ибн Хаким Аль-Медаине. Здесь также это предание приведено. Итак, это вот по поводу того, где и какие цепочки передатчиков приведены. И наконец, давайте посмотрим по поводу того, я уже говорил ранее в начале данного видео, говорил о том, что это предание было ослаблено. Но мы из цитаты Захаби, которую он привел в своем Тальхисе, комментируя предание, которое привел Хаким Нисабури, он ясно и двусмысленно, очень коротко изложил точку зрения сунницкого учения по поводу данного предания. Я зачитаю и посмотрим на это высказывание. Захаби говорит. «Ва ма алимту, анна ахадан такеллама фи». «Я не видел никого, кто говорил бы что-то плохое по поводу Юсуфа». «Я не видел никого, кто что-то плохое говорил бы по поводу Юсуфа». Это как раз тот самый Юсуф, который мы разбирали и говорили о том, что Юсуф передавал от его святлой Симана Хасана Ибн Али. Юсуф ибн Мазин или Юсуф ибн Саад, надежность которого мы подтвердили. И также Захаби говорит, что никто про него ничего плохого не говорил, про Юсуфа. И Касима, по поводу Касима говорит Захаби. Касим ибн Фаддля говорит. «Ва ла Касиму ва сакуху». Что ученые посчитали, считают Касима и назвали Касима надежным. Сыка. «Ва сакуху». «Варавагу ангу Абу-Давуд». Что Касима передает также Абу-Давуд и имеется в виду Абу-Давуд от Таявлиси. И Ат-Табулски. Ат-Табулски передает, говорит Захаби. Это по поводу цепочки передатчиков. Вот то, что говорит Дагаби по поводу цепочки передатчиков. Вот что в данном случае нас интересует. На что мы хотели бы обратить внимание. Все люди, то есть, Дагаби просто признал, что все передатчики данного передания являются надежными. Просто признал. Но далее он говорит. «Ва ма адри афатуху мин айн». «Ва ма адри афатуху мин айн». Он говорит. «Я не знаю, где недостаток этого предания. Я не знаю, откуда недостаток этого предания. Откуда исходит недостаток данного предания?» Это очень коротко и доходчиво о том, что сунницкие ученые думают по поводу данного предания. Они не могут предаться к этим цепочкам передатчиков. Они ничего в этих цепочках передатчиков увидеть не могут. То есть, ничего, никаких недостатков придраться к этим цепочкам передатчиков просто невозможно. И что они делают? Это не только Дагаби делают. Они практически очень много. Ибн Касир. Ибн Касир в своем тарихе, в своем тафсире пытаются всякими способами разными ослабить. Но только не через цепочку передатчиков. Дагаби говорит. «Я не знаю, откуда недостаток этого предания. Вот в чем заключается проблема отношения сунницких ученых к этому преданию. То есть, они говорят, это ненадежно. А почему ненадежно? Они говорят, мы не знаем, почему ненадежно. Откуда, в чем, в ком недостаток? Кто выдумал, кто мог такое выдумать и кто мог такое сказать? Они говорят, мы не знаем. Почему? Потому что все передатчики надежные. И более того, здесь таватор имеется. Здесь имеется таватор. Это коротко о том, что они думают по поводу данного предания. Те, которые ослабили. Ну и, конечно, такие люди, как, например, Хаким и так далее, мы их здесь в данном случае не учитываем. Он ясно и двусмысленно сказал, что это сахи предания, что это надежное предание. Или, например, Саад ибн Абдуллах, ибн Абдул-Азиз, Алюль-Хумайят, один из наших современников, который написал толкование к Тальхису Захаби, из которого, кстати, мы засчитывали. Вот что он говорит. Что и сна от этого предания являются достоверным, то есть кажется достоверным. Но что касается текста предания, он говорит. Это, кстати, я издание покажу. Это Мухтасару Тальхису Захаби, принадлежащая как раз-таки Сааду, Сааду ибн Абдуллаху, издательство Дару-Л'Асмя, Ириад, Сауду-Скаравия, первое издание 1411 года по хиджрию. Восьми томах. Это четвертый том, страница 1668. И в толковании, то есть это сноски. Он говорит. Несмотря на то, что санат и снат этого предания являются достоверным, но текст, он является ненадежным. То есть текст, он мункер, отрицается. Текст этого предания отрицается. Как мы передали уже от ибн Касира. Как мы передали, то есть он ссылается на ибн Касира. Или же на другой странице, в другой сноске этой же книги, то есть это Мухтасар Тальхису Захаби, то же самое издание, четвертый том, 1665 страница. И вот что он говорит. Что согласно тому, что мы уже сказали ранее, это и снат этого предания является надежным. Но, как мы уже сказали ранее, и как сказали Хафиз Аль-Маззи и Хафиз Абн Касир, текст предания отрицается. И Саад Абн Абдулла говорит, то есть автор этих сносок, говорит, что вроде бы того же самого мнения был Захаби. Что подразумевается под Захаби? Что за мнение? Вот то самое мнение, которое мы просчитали. Захаби говорит, «Ва ма адри ау фатху мин айн?» Я не знаю, откуда недостаток этого предания. То есть, как будто Захаби уже считал, что здесь есть какой-то недостаток, но в ком недостаток, он не понимает. Потому что все являются, более того, что все передачки надежные, более того, довольно-таки большим количеством людей передается. То есть, множественность передачи имеется в данном случае. То есть, единственное, к чему они здесь могут придраться, это то, что им не нравится текст. А что им не нравится? Я вот рылся в их книгах, хотел найти у Захаби, что ему не нравится. Я обнаружил какие-то попытки, дорогие братья и сестры, всего лишь жалкие попытки только у Бен Касира. И Бен Касир в своем тавсире, в своей истории, в тарихе своем, и в том, и в другом, и в той, и в другой книге говорит одно и то же, говорит довольно-таки долго и попытается как-то ослабить. И все, что он говорит, просто удивительно. Почему? Потому что, думаешь, неужели ученый человек, знающий человек, может попытаться найти подобные недостатки в тексте какого-либо предания. Это вот Альбедаева Нихая, я сейчас открою, и Тавсир. Он и в Тавсире это говорит, и... Итак, вот Альбедаева Нихая, издательство Дару Фикр, 1986 года, 15 томах, 10 том, 49 страница. Это вот в книге Альбедаева Нихая, и в Тавсире это Дару Тайба, 2002 года издания, это вот восьмой том, это как раз толкование Суры Кадр. Восьмой том, 441 страница начинается, и далее здесь обсуждается. Кому интересно, можете обратиться к этим страницам. Я здесь не обнаружил ни одной веской причины для того, чтобы сказать, что да, здесь в тексте что-то имеется, что ослабляет данное предание, что-то противоречащее, например, аятам Священного Корана или другим мутаватарь и достоверным преданиям. Ничего я здесь не обнаружил. И в рассуждениях Ибнекасира также ничего не обнаружил. Но хочу указать на один момент, который упомянул Ибнекасир. Это довольно-таки странный момент. Ибнекасир говорит, что это предание внешнее свидетельствует о том, что власть Амиядов порицается. То есть, казалось бы, в этом предании говорится о том, что власть Амиядов порицается. Но он говорит, каким образом власть Амиядов порицается? То есть он не говорит, что власть Амиядов не порицается, Он говорит, что да, власть аммиадов порицается, но он говорит, что довольно-таки глупым образом власть аммиадов порицается. Каким образом он говорит в этом предании власть аммиадов порицается? В этом предании говорится, что одна ночь предопределения его светлости посланника Аллаха лучше тысячи месяцев, на протяжении которых правили и будут править амияды. Он говорит, ну разве это как-то принижает достоинство амиядов? Он говорит, что необходимо принижать достоинство амиядов, но это предание никак не принижает достоинство амиядов. Почему? Потому что то, что ночь Гадр лучше, чем тысячи их месяцев, ни о чем не говорит. Это то же самое, что вы, например, попытаетесь что-то хорошее порицать тем, что будете сравнивать его с чем-то еще более лучшим. Он говорит, что это не порицание, это никаким образом не принижение его достоинств. Это никаким образом не очерняет. Почему это для меня кажется удивительным? Потому что ведь смысл аята, смысл предания и смысл аята, и его толкование, которое имеется в этом предании, в этом достоверном предании, он более чем ясен. Я не понимаю, в чем проблема им Ибн Кясира, почему он этот смысл не понимает, что в этом предании говорится, какой смысл в нем имеется. В нем говорится о том, что та тьма, которую будут сеять амияды, она слабее того света, который был посеян в ночь предопределения. Вот о чем говорится. То есть посланник Аллаха, обратите внимание, это же ведь из контекста истекает, это все ясно и прекрасно видно в этом предании. Почему Ибн Кясир этого не понимает? Вот это что меня удивляет. Посланник Аллаха, я повторю, я это и ранее говорил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям, увидел во сне, как обезьяны в лице амиядов прыгают на его мимбаре. Это его расстроило. Бог его утешил аятом, что ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Утешил. Каким образом это является утешением? Бог говорит своему посланнику, что это одна ночь, на протяжении которой ты сеешь этот свет, свет ислама, свет добра, свет справедливости. Эта ночь, в которой ты сеешь этот свет, эта ночь сильнее этих тысячи месяцев тьмы амиядской, тьмы обезьянии. Конечно же, это есть порицание, конечно же, это невероятное зло. То есть, это в этом предании, в этом аяте содержится разъяснение невероятного зла амиядов. Рассказано об их невероятной несправедливости, об их невероятной жестокости, об их невероятной тьме. Это совершенно ясно. Но ибнекесфиру эта вещь непонятна. И так как непонятно, он говорит, ну, какой-то текст непонятный, текст порицаемый, поэтому мы этот текст не принимаем. А по поводу Иснада что? По поводу Иснада ничего никто сказать не может. А то, что Албани пытается сделать в тех или иных местах, это довольно-таки забавно наблюдать. Он берет только одни цепочки передатчиков и совершенно забывает про другие цепочки передатчиков. На этом я закончил. Я очень надеюсь. По этому поводу мне есть очень много чего сказать. По поводу смысла этого предания, разъяснения этого предания, смысла данного аята. Но я этого вопроса сейчас касаться не буду. Я говорю о тех вещах, которые доступны пониманию каждого. Не буду говорить о тех вещах, которые недоступны пониманию каждого. Будем постепенно просвещать с позволения Бога в этих вещах. Но в конце хочу коснуться вопроса о том, что говорится в конце этого предания. Потому что один из передатчиков говорит «фа хасабна далики фа идаху ала язиду ала янкусу». Что мы потом посчитали срок и время правления амиядов и обнаружили, что они правили ровно тысячи месяцев, не больше и не меньше. По поводу этого хотелось бы сказать следующее. То есть каким образом здесь тысячи месяцев, и сам Ибнекиасир об этом говорит, как в Тавсире, так и рассуждает об этом, так и в Тарихе, то есть Аль-Бида и Ван-Нигае. То есть тысячи месяцев это получается у нас 83 года и 4 месяца. То есть тысячи месяцев это лунных, то есть нам необходимо на лунный календарь ориентироваться в данном случае, чтобы посчитать, сколько месяцев правили амияды. То есть тысячи месяцев это 83 года и 4 месяца. Амияды пришли к власти в 1940 году, то есть как династия пришла. Конечно, до этого правил Усман и Бинафан, который тоже был из амиядов, но это была не династийная власть, это была не власть, которая передавалась от отца к сыну или брату и так далее. Это не была наследная власть, это была другая немножко власть. И Усман действовал не так, не совсем по-амиядски, не совсем как династия амиядов. Амияды совершенно, начиная с Муавии, действовали совершенно иначе, более открыто, более нагло. И вообще принципы в исламском обществе, в исламском государстве, в халифате, во времена амиядов, общественные настроения были совершенно другие. Во времена Усманов, благодаря его светлости, посланнику Аллаха, благодаря тому наследию, которое он оставил, и благодаря присутствию, совершенно другому, качественно и количественно присутствию сподвижников, и, конечно же, семейства посланника Аллаха, настроения были чуть-чуть другие. Но амияды через вот эту борьбу, убийство, семейство посланника Аллаха, салаллаху алейхи в алейхи в алейхи в салам, и так далее, они немножко изменили эту обстановку. Они пришли в сороковом году к Чиджжи, когда пришел к Муавии, после войны с его светлостью, имамом Хасаном, Хасаном ибн Али, алейхи салату и салам, это сороковой год. Их власть закончилась, то есть династия амиядов закончилась в 132 году, когда умер Марван II. После смерти Марвана II 132 год исчезли. То есть это 92 года. Сороковой год и 132 год. 92 года. То есть нам нужно получить в итоге 83,4 месяца, но получается 92 года. Но дело в том, что на протяжении 9 лет, на протяжении 9 лет, на протяжении 9 лет у амиядов не было власти над важнейшими частями мусульманской страны, мусульманского халифата. Это Мекка, Медина, важнейшие города. То есть они потеряли власть над Меккой и Мединой, и власть перешла к зубейритам, потомкам зубейра. Они потеряли власть в Ираке, в Куфе, и в некоторых других частях Ирака, и в некоторых других городах. То есть очень важные. То есть Ирак и Хиджаз, то есть это Мекка и Медина, это были важнейшие стратегические города, стратегические регионы, где они потеряли власть на 9 лет. Если мы из 92 лет вычтем 9 лет, получится 83 года. Ну, конечно же, мы сейчас не сможем вот так взять и точно посчитать, точно посчитать по месяцам. По месяцам. Какой месяц это все происходило, все-таки это история, и немножко сложно с этими расчетами. Но в любом случае, через такой расчет мы приходим к 83 годам. А там сколько месяцев было ранее, меньше или больше. То есть таким образом можно посчитать это предание, то есть это аят священного Корана из суры Лайлятул-Кадр, Ночь предопределения, также посчитать как предсказание. Предсказание срока правления Амиядов. 83 года и 4 месяца. И как говорит один из передатчиков, они, в общем, для них было проще это считать, потому что они ближе были к тем временам. Они, для них это было доступнее. Один из передатчиков говорит, что мы посчитали срок правления Амиядов, как говорится в этих преданиях, и неоднократно говорится, и ни в одной цепочке передатчиков говорится, что мы посчитали и обнаружили, что не превышает этого срока тысячи месяцев и не меньше этого срока, в срок правления Амиядов. На этом все. Вассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,